В больнице должно быть комфортно. Первая поликлиника Сургута получила новое оборудование в рамках программы развития детского здравоохранения. Техника последнего поколения не только делает высокоточную диагностику, но и значительно расширила возможности специалистов. Зачем первой поликлинике пеленальные столики с ремнями безопасности и какие еще обновления запланированы в рамках программы модернизации, знает Дарья Давыдова. Это новая установка для диагностики биоматериала маленького пациента, которую получила первая поликлиника Сургута в рамках программы развития детского здравоохранения. Она способна выполнять исследования по 15 параметрам. Делает такой аппарат 80 тестов в час. В соседнем кабинете коллега новой установки. Автоматический анализатор клеток крови. Высокочувствительный и специфичный. Создание современного и комфортного детского здравоохранения – это не только лаборатория, это и диагностическое оборудование. Например, раньше врачи поликлиники номер один вынуждены были в случае подозрений на серьезное офтальмологическое заболевание у малыша отправлять его в Ханты-Мансийск на более тщательную диагностику. Теперь специалисты могут сами увидеть все при помощи новейшей уникальной камеры. Вот этот аппарат был специально разработан именно для этого. Ретинопатия недоношенных – такое заболевание, которое приводит к лобовидению, может приводить к слепоте у детей. Это цифровая, можно сказать, фото-видеокамера. На насадке вот здесь встроен объектив, с помощью которого врач-офтальмолог может посмотреть сетчатку, и как раз таки ретина – это сетчатка, и выявить ту самую ретинопатию. Еще офтальмолог сможет диагностировать ретинобластому – это опухоль сетчатки, кровоизлияние в сетчатку и другие заболевания. Аппарат создает базу цифровых фото- и видеоизображений. Это помогает в контроле течения заболевания. Еще в кабинетах первой детской поликлиники Сургута отныне стоят новые рентгенаппарат, электрокардиограф, тренажеры для реабилитации, УЗИ. Современные технологии, они не стоят на месте, и все оборудование, которое поступает, оно совершенно уникальными возможностями уже. Например, ультразвуковой аппарат, который к нам пришел, этот аппарат с большим спектром датчиков для исследования различных систем Тараса, второй, он переносной. Помимо техники, специалисты создают комфорт и в коридорах больницы. Удобно и безопасно должно быть не только малышу, но и родителям. Мягкие зоны, интерактивные доски, интуитивная навигация, яркие таблички на кабинетах, указатели, стенды с QR-кодами, которые ведут на полезные сайты. Мы сейчас устанавливаем, уже пришли пеленальные столики, в частности, с ременями, с защитными ремнями, для того, чтобы ребенка можно было, грудного ребенка пристегнуть. То есть, чтобы мама могла свои там нужды, например, в водолечебнице, когда мама с ребенком купается в бассейне, выходит, тяжело и держать ребенка, и самой принять душ. Реализация программы по совершенствованию детского здравоохранения началась в прошлом году. Оборудование и мебель закупаются за счет средств федерального и окружного бюджетов. В первой поликлинике надеются завершить комплексное обновление к октябрю. Ко второму месяцу осени закончатся и обучение персонала, и его информатизация. Специалисты медучреждения получат новые рабочие компьютеры. Дарья Давыдова, Вячеслав Шаркунов. Сургут, Интерновости.